Для теплокровных, для кордовых базовая потребность в игре, в позитивных эмоциях, это вот, когда с этим все закрыто, это базовая потребность. Люди, у которых давно вот это не реализовано, люди, которые давно не разговаривали, почему обычно приводят? Можете обратить внимание? Обращаю внимание. Видели таких людей? Они все время напрягаются, не отработают, не пахаются. Какие выражения лица? Какие последствия такого способа жизни? Депрессуха. Да, совершенно верно. Они начинают впадать депрессию. Чтобы вы понимали, когда человек начинает впадать депрессию, у него начинает хуже работать иммунная система, хуже работать иммунная система начинает заболевать. Заболевать, впадать депрессию, такая вот спираль, которая тащит человека вниз. Поэтому, опять же, обращаю внимание, люди в позитивности мест, они, во-первых, реже болеют, а во-вторых, быстрее вытарадуют. Почему? Они поддерживают свою иммунную систему в позитивном состоянии. Отсюда, в общем, простой вопрос. Если вы хотите быть здоровыми, крайне важно следить за тем, чтобы ваша жизнь вас радует. И вот здесь вот, если вам что-то не нравится, не надо, там, представьте, ой, да, все, хорошо, ну, хорошо, нужно найти то, что вас не радует. Честно себе признаться, да, в какой-то области на жизнь, жопа. И быстро предпринять шаги, чтобы переместиться в тот область, который вам нравится. Помните, мы вчера говорили о том, что тренинг-отдых, что это основная база на сигаретовской игра. Следить за тем, что вам нравилось то, что происходит в вашей жизни. Самое ужасное, когда человек сам перед собой притворяется, ну, это же нормально, ну, все так живут, ну, это же хорошо. Через некоторое время такой человек превращается в терпину. Он привыкает самым поганым, он привыкает терпеть дискомфорт физически и эмоционально. Ну, значит, что это превращается в махровый попоморш. Соответственно, как раз депрессия, падает иммунная система, болезни и так далее, и так далее, и так далее. Терпеть то, что вам нравится, нельзя. Махровый попоморш. Который гордится тяжестью своих жизненных испытаний. Жить тяжело, еще раз вопрос, лет пятьдесят сто назад это было нормально, потому что люди вот это тоже не закрывали. Жить тяжело сейчас и гордиться тем, как ты живешь тяжело сейчас, это уровень, я так скажу, скудоужины. И все, чтобы гордиться, это то, что у тебя и шея повсюду, и шипы тебе даже, и зубы там гнилые наполовину. Какое великое достижение. Если помните, древние греки, древние римляне. Хлеб и зрелищ. И за последние две тысячи лет ничего не поменялось. Они уже не знали, в чем суть. Когда поел хорошо, то как развлекаться? Сделай себе хорошо. К сожалению, почему мы так много говорим про желания? Кроме вас никто не знает, от чего вам будет хорошо. Не ваш муж, не ваша жена, не ваши дети, не ваши, а никто. Даже если они вас любят, даже если они вас ценят. Вот вчера вам нравилось мороженое, а сегодня вам оно поперек в голову. Типа сегодня ходите в писташку. Или массаж, или апельсин, или грифруты, или яблоки, или груши, или просто там на солнце лежать. Именно поэтому крайне важно, абсолютно важно постоянно отслеживать, чего я сейчас хочу. Сейчас хочу, не завтра, не после. То есть завтра, после завтра тоже хорошо, это про целеполагание. Ну вот сейчас, нравится ли вам то, что происходит, можете потом пересесть, подвинуться, не знаю, лезть, встать, выпить воды, там не знаю, помахать руками. Потому что с этого начинается вход в своей жизни. Потому что очень часто, когда человек скажет, ну ладно, я потерплю. Ну там еще днем, еще другой, еще третий, еще четвертый. И сами понимаете, школа, она воспитывает терпины. Она нацелит. Почему? Потому что терпины удобнее управлять. Он не сказал, копать отменяй до обеда. Он копает отменяй до обеда. Наша задача, вот, вот, модель терпины себе выбирать. Медлина. Хорошо, спасибо. Приcidos. Только внизу, вот, вниз, пока. Потому что, неожиданная мельこの обеда, А Я Need У не забывать инструмент, в том, же, региум 예. Олим cioèщите. Я ССВЯчке в отделом г cierпины. Продолжение следует...